На какую компенсацию сейчас могут рассчитывать погорельцы? Что это? Сертификаты на жилье или все-таки выплата компенсации? Главное, какие документы нужно собирать? С нами на связи Григорий Кувшинов, директор юридической компании «Интеллект». Григорий, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, на какую компенсацию можно надеяться людям и как она вообще рассчитывается? В настоящее время администрация Песняского края уже сказала, что планирует построить жилье, выдаст сертификаты, выплаты компенсации в размере около 72 тысяч рублей за один квадратный метр. Однако пока что законодательно это все не закреплено. В предыдущем сюжете вы говорили, что сейчас планируется, возможно, это все, законопроект и так далее. Пока что на сегодняшний день этого ничего нет. Есть выплаты пострадавшим, если погиб человек, выплата до 1 миллиона рублей. До 500 тысяч рублей получат люди, получившие вред здоровью при пожаре. От 20 до 50 тысяч получат семьи в виде материальной помощи при повреждении имущества. Также каждый гражданин имеет право получить 15 тысяч на первоочередные нужды. Оформить требования на эту выплату можно в администрации Красноярского края, в органах местного самоуправления. Также эта функция доступна через портал госуслуг. Сейчас через портал госуслуг требуется всего лишь паспорт. Я так полагаю, уже муниципальные органы собрали информацию о пострадавших и сейчас требуют паспорт. Если при подаче заявления, конечно, у вас потребуют какие-то дополнительные документы, вам нужно будет их предоставить. Какие документы нужны? В первую очередь документы, подтверждающие право собственности. Их можно запросить в Росрегистре. Эта функция, конечно, платная, но там в районе 300 рублей за выписку либо за получение копии свидетельства. Паспорт, если он сгорел, в паспортном столе. И выписка из домовой книги. Ее можно запросить также в паспортном столе или в адресном бюро. Также я рекомендую получить от органов пожарного надзора или лиц, проводящих в настоящее время расследование, наследственный комитет, акт о пожаре, либо его заверенную копию. Потому что, общаясь с людьми, погорельцами, в Уяре, в Заозерном, все в основном получили только справку о пожаре. В этой справке содержится минимум информации. А в акте о пожаре уже намного все развернуло. Григорий, у нас буквально полминуты. Скажите, как быть тем, кто на момент пожара не успел зарегистрировать свое жилье, ну, как минимум, у них сгорело все имущество? Это будет доказываться чеками о покупке имущества. Или, допустим, если вы приобретали на Авито, или, например, в каком-либо у соседей и так далее, соответственно, в договорах о припортаже данного имущества. Например, вы купили холодильник с рук, у вас есть договор о припортаже этого холодильника. Это будет доказательством того, что имущество принадлежит вам. И там же будет его оценочная стоимость. Скажите, те люди, которые все-таки не регистрировали жилье, они по закону не имеют права на компенсацию, правильно я понимаю? К сожалению, да. Там являются именно собственники, требования именно к собственнику. И причем у вас должно быть единственное жилье. Но, тем не менее, выплату о единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей вы можете получить. Спасибо большое за ваши комментарии и разъяснения. С нами на связи был Григорий Кувшинов, директор юридической компании.